итак ребята всем привет с вами берафайн и сегодня мы будем обзор делать на вот такую игру ну что же заходим в нее я скачала в play маркете так внимание так игра проходит время времени пожалуйста включите уведомление ла-ба-ба-ба-ба-ба короче вот грузится так у меня тут моя почта поэтому ее замажем мы разрешаем тут все ждем это кстати первая часть дальше будет 2 3 и ну и так далее смотря сколько частей у нас получится так у нас перед история кошмары тут какие на самом деле тут звука нету никакого я сейчас потому что смотрю звука там вообще никакого нет ну что ж давайте начинать у нас появляется какой-то майкл мы с ним переписываемся он нам пишет привет что-то он очень долго пишет он наконец-то у меня получилось наладить связь мы отвечаем а то я уже медленно схожу с ума в изоляции опять что-то пишет оказалось немного сложнее чем я думал но как видишь получилось мы отвечаем ты думаешь они на самом деле веришь что я его убил интересно кого но если ты под арестом хоть и домашним значит у них есть улики мы отвечаем не может быть у них никаких улик так он что-то пишет пока только догадки но мы можем узнать у нас есть два ответа каким образом или ты один из немногих кому я могу доверять мы давайте выберем с вами каким образом так нам надо взломать базу данных полицейской лаборатории наши два ответа я могу как-то помочь или ты спятил мы отвечаем я могу как-то помочь ну это вопрос он пишет для начала мне надо получить экстренный ключ доступа к полицейскую систему эта флешка вставлена в ком каждого сотрудника участка первое это для этого надо попасть внутрь ну или же мы отвечаем может не стоит это опасно я отвечу для этого на тебе надо попасть внутрь он что-то пишет ты не помнишь кто в участке постоянно заказывает кофе мы отвечаем заводских заказывает до обеда три четыре раза сейчас там почти никого нет может это пишет отлично я тут как раз недалеко куплю кофе по дороге при кинусь курьером у нас два ответа надеюсь получится или не думаю что стоит это делать итак у нас отношения улучшились напишу как буду там пишет мне будет нужна твоя помощь и еще надо собрать информацию о жертве сейчас мы знаем только что его звали тэд бранс он был наркоманом и угрожал тебе мы отвечаем через неделю возвращается элиса она ничего не знает еще же мы пишем ты же понимаешь ситуацию майкл пишет от меня она ничего не узнает мы отвечаем мне грозит пожизненное не думаю что до этого дойдет итак теперь нас просят нажать на него тут информация о нем мой друг и специалист по компьютерным сетям майкл все диалог на 7 а нам написал адвокат какой-то мы на него заходим он пишет добрый день моему отвечаем наконец-то есть новости он молчит о пишет что-то через пять дней назначено первое заседание суда пишет он если честно стратегию защиты еще не обдумывала за два варианта я вообще-то не должен сидеть и вы это знаете или же вижу даже вы сомневайтесь моей невиновности вот и заговорилась уже ладно так он что-то пишет что это моя ваша виновность не имеет никакого значения только благодаря моим усилиям вы под домашним арестом они в камере у меня и свидетельствует сведения что обвинения появились новые улики я попытаюсь сегодня все узнать и заехать к вам мы отвечаем либо буду ждать новостей либо я постараюсь сам разобраться мы отвечаем давайте ответим наверно буду ждать новостей диалог не активен ну что ж а в следующей части мы уже посмотрим переписываемся с миланей надеюсь вы поставите лайк и как только у нас будет три лайка мы я выпущу вторую часть спасибо за просмотр подписывайся на канал всем пока с вами была берафайн